По поводу чего ты последний раз плакала? Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами также будет мукбанг. Как вы уже поняли, я буду есть целую дыню. Дыня у нас, кстати, большая, 2 килограмма. Я попробую ее съесть за раз. И также параллельно буду отвечать на ваши вопросы. Сначала нужно ее разрезать. И в этом мне поможет наш фирменный нож. Я в комментариях заметила, что одна девочка написала, что, видимо, у вас дома один нож. Так получилось, что в несколько видео подряд засветился именно этот ножик. И я поняла очень приятную одну вещь. Значит, эта подписчица смотрит все мои видео. А это безумно приятно. Так что опять ваш знакомый нож. Он прямо у нас здесь звезда. Для начала разрезаем дынку. Я, если честно, это никогда не делаю. Обычно это делает либо мама, либо кто-то еще. Один раз я очень сильно порезалась. И после этого я очкую, так скажем. Вынимаем все семечки. Пахнет. Пахнет. все у меня уже все готово и я приступаю в детстве я не любила кстати дыню я любила только арбуз такая холодная как раз такую жаркую погоду самое то давайте между делом буду отвечать на интересные вопросы так чтобы ты спасла из дома если дом бы горел не дай бог конечно но я бы в первую очередь взяла бы камеру чтобы снимать как горит дом тупо я как-то ответила да но очень в какой в каком месте на планете ты бы хотела побывать африка или китай знаете что-то необычное я очень хочу попробовать китайскую кухню они едят вообще каких-то жуков тараканов все что угодно крыс это звучит очень тупо но мне хочется все это попробовать я смотрю таких фуд блогеров которые едят такие знаете странные вещи все люди в фу а мне на самом деле очень интересно вообще к еде отношусь с очень большой любовью то есть например есть люди которые тратят деньги на путешествие люди которые тратят деньги не знаю сходят в кино или на одежду я люблю потратить деньги именно на еду посидеть где-то покушать покушать что-нибудь такое что никогда не ела например может и мне не понравится но еда для меня это источник позитива источник хорошего настроения когда мне нечего делать я начинаю включать там каких-то блогеров которые просто тупо сидят и едят смрм обожаю мои коллеги крутят у виска что в смысле что это за видео ты смотришь я не могу объяснить я уверена что если вы смотрите меня вы тоже такой же человек как я вы тоже любите просто сидеть и смотреть как кто-то ест пишите в комментариях кем ты хотела стать в детстве это сейчас будет очень примитивно но я хотела стать учительницей даже мы с подружками каждое воскресенье собирались и типа у нас школа заводили тетрадки домашние задания у меня была подруга в школе Даша вот она тоже хотела стать учительницей и на самом деле осуществила свою мечту сейчас она учительница русского языка и литературы но я так смотрю на нее то есть это не типичный учитель она современная я уверена что она всех детей может построить когда я выросла я поняла что я не смогу с детьми у меня нет терпения я выбрала ту сферу деятельности которая мне подходит идеально например я не могу сейчас представить себя врачом или учительницей или еще что то вот экономика это моя сфера мне интересно там с бумагами с компьютером работать следующий вопрос каким был лучший совет который тебе давали в жизни мне однажды моя подруга сказала одну очень хорошую вещь она сказала что никогда не унижайся перед мужчиной то есть если человек тебя бросил скажи ну окей то есть ну покажи что тебя это расстроило но никогда не унижайся как бы это там не было то есть может быть ты бы переступила через свою гордость и мы бы помирились все было бы замечательно но это того не стоит самое главное гордость это говорит человек у которого нет второй половинки так что слушать меня или нет дело ваше дальше какая случайная встреча изменила твою жизнь навсегда случайная встреча у меня есть друг который учится в ада ну просто друзья ничего более очень часто с ним общаемся уже два года и именно благодаря нему именно благодаря ему например я пошла в асанхедмет работать да если бы я там бы не работала без опыта работы меня бы не взяли на другую работу и так далее по цепочке так что мне вообще асанхедмет дал многое и я попала туда именно благодаря нему ему вот так вот каким достижением ты гордишься но окружающие не оценили это я считаю что набрать такую аудиторию в ютубе это уже достижение но я не могу сказать например как Ольга Бузова например говорит я всесторонне успешная нет я не всесторонне успешная например в школе я училась на 4 иногда даже 3 в университете я не была супер успевающей то есть я никогда не была везде первой но ютубе я считаю что это достижение потому что когда то я смотрела на других блогеров и просто мечтала чтобы кто то мне написал комментарий что как классно у тебя получается я тебя смотрю снимаю видео для меня это было счастье я помню однажды когда я только открыла свой канал это было полтора года назад под моим видео одна девочка написала ты такая милая вроде бы мелочь да вы бы видели мою реакцию как сейчас помню я лежала на кровати встала как я начала прыгать радоваться говорю маму мне написали хорошие комментарии значит кто то меня смотрит может быть кому то кажется что да не может быть многие мне говорят вот ты дурью маешься зачем тебе эти подписчики зачем тебе эти видео они не понимают что это тоже какое то достижение у меня уже 29 тысяч подписчиков и это труд на моем канале 300 видео смонтировать снять выложить 300 видео это тоже труд а люди иногда это не оценивают это бывает иногда очень обидно какой самый важный урок преподнесла тебе жизнь даже не знаю как ответить на этот вопрос наверно просто нужно проще относиться к жизни и уметь ценить то что у тебя есть потому что в один период моей жизни я не ценила людей которые были рядом со мной а потом когда я их не стала я осталась совершенно одна но тогда я поняла что просто нужно к жизни относиться проще не ссориться с любимыми людьми из-за всяких мелочей может быть вы сейчас думаете что я несу какой то бред просто я не могу вот все прям так рассказать вам что со светом если бы ты могла бы вернуть один день из прошлого какой бы этот день был это был бы день 4 года назад когда доллар резко подскочил как бы я хотела вернуться в этот день взять у кого нибудь в долг перевести это все в доллары на следующий день я богата с каким талантом ты бы хотела обладать я бы очень хотела полетать прикольная спроба взял не ждешь лифт вот сегодня я пешком поднялась причем не хочу говорить этаж но я живу очень высоко вся была проблема в том что кто-то затеял ремонт и мастера таскали цемент там всякие такие принадлежности мне надо было ждать лифт полчаса и мне неохота было вот если бы я умела бы летать я просто взлетела на свой этаж и все вуаля двигаемся дальше какую песню чаще всего слушаешь в последнее время мне очень нравится арик асти они просто молодцы прям песни за душу берут какой совет ты бы могла дать начинающему блогеру ну я не могу сказать себя прям таким топовым блогером который сейчас будет раздавать вам советы ну самое главное не сдаваться рано рано или поздно вы найдете своего зрителя просто не сдавайтесь я с такой легкостью это все ем здесь была целая дыня ну дыня не арбуз кстати пишите в комментариях если вы хотите увидеть как я съем целый арбуз дыни они большие не бывают в принципе она была не маленькая но крупнее просто не было по поводу чего ты последний раз плакала последний раз плакала я вчера по поводу чего у меня мама есть такой характер когда видит что у меня нету настроения расстроено у меня такое кстати бывает очень часто она сразу приносит телефон комментарий говорит что ты без настроения смотри люди сколько всего хорошего тебе пишут как сильно тебя любят ничего не стоит того чтобы расстраиваться мама вообще особый любитель читать комментарии не знаю лайкать комменты каким был самый лучший подарок который ты получала если по цене я получала телефон хороший телефон такой подарок ну а если говорить чисто про эмоции иногда бывает цена подарка небольшая это просто обычные цветы но они были настолько неожиданно настолько мило на последний 8 марта на прошлый 8 марта мне подарили цветы от человека от которого я не ожидала в общем так скажем было очень приятно знаете даже не настолько важно что тебе подарят важно кто тебе подарит ты можешь получить огромный букет роз от человека ну которого ты ну не любишь или ну не рада ты этому и ты думаешь блин возьму этот подарок а что дальше с ним делать а иногда бывает тебе подарят какую-то безделушку ну а человек которого ты обожаешь это уже другие ощущения какую роль любовь и отношения играют в твоей жизни я считаю что любовь это самое сильное чувство на земле на самом деле я так считаю из-за любви мы можем по другому себя вести в миг когда у тебя нету настроения тебе позвонит твой любимый человек и у тебя сразу поднимается настроение для меня очень большое значение иметь любовь в жизни я бы никогда бы не вышла замуж без любви просто по расчету просто потому что он хороший и так далее для меня это не просто слово то есть может быть такое в моей жизни что я год пообщаюсь с человеком и не скажу ему я тебя люблю если даже он скажет что я тебя люблю я не скажу что я тоже если я не буду убеждена в этом может это тупо но я такой человек смотрю на себя сейчас прям на матрешку похоже осталось совсем чуть-чуть ищем следующий вопрос чего ты боишься больше всего у меня есть такой страх тупость но расскажу каждый раз когда я сажусь в автобус я боюсь что когда я буду выходить я обнаружу что я забыла кошелек дома поэтому каждый раз когда сажусь в автобус я обязательно перепроверяю кошелек на месте или нет странный страх да очень вкусно какое твое было любимое детское воспоминание да много всего хорошего было есть честно не могу выделить какое-то одно осталось совсем чуть-чуть как ты относишься к домашним животным замечательно я очень люблю кошек собак я сделала это я молодец и также ответил на интересные вопросы я надеюсь что этот формат видео вам понравился также обязательно пишите в комментариях любите ли вы арбуз или дыню а если вы хотите что в следующем видео ваш вопрос прозвучал то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм ссылка будет в инфобоксе а я вас всех очень сильно люблю желаю вам приятного аппетита любите и будьте любимыми всем желаю удачного дня всем пока пока я не знаю